Он лично знаком с президентами многих стран, давал советы известным политикам, бизнесменам и даже самому Биллу Гейтсу, основателю корпорации Майкрософт. Наринмар посетил человек с мировым именем Иван Арцишевский. В прошлом это начальник протокола администрации Санкт-Петербурга, в настоящем, пожалуй, первый человек в России, знающий толк в области этикета. Жителей столицы Заполярья он учил премудростям столового этикета. Небольшой мастер-класс и уже не страшно, что на столе рыба, дичь или устрица. Олег Котанзейский не упустил возможности и тоже побывал на вкусных уроках. Столовый этикет – предмет, который не преподают в школах и средних учебных заведениях. Но у Наринмарцев появилась уникальная возможность пройти курсы и пообучаться у самого Ивана Арцишевского, человек, который неоднократно организовывал встречи президентов различных стран. Кстати, вот он. Он давал советы политикам, бизнесменам и первым лицам государства, учил правильно оздороваться принцев и королей. А на трапе самолета встречал почти всех действующих президентов разных стран и устраивал для них банкеты. Это он об этикете знает все и даже больше. И поэтому считает, обычное рукопожатие – это тоже целое искусство. Этикет как таковой – это не тогда, когда мы встречаемся с царями, королями и президентами, а это каждый день. Поэтому у нас центр называется «Центр эффективных коммуникаций», потому что этикет – это часть коммуникации, это часть общения. Это то, как мы общаемся, как мы здороваемся, как мы обращаемся друг к другу, как мы вообще коммуницируем. В Наринмар Иван Арцишевский приехал по приглашению Любови Пермяковой, руководителя театра «Мальвина». В прошлом году ее организация выиграла грант и потратить деньги девушка решила на проект, реализовать который Любовь хотела уже давно – научить Наринмарца в светской этике. Вчера проходило деловое общение, сегодня – как правильно принимать пищу. В качестве учеников – студенты, воспитанники школы-интерната и деятели культуры. Я думаю, что ребята получат уникальные знания, потому что такой человек, я говорю, с мировым именем, он получал и благодарственные письма от Джорджа Буша, от Билл Гейтса, понимаете, с такими именами. И вот он сегодня рядом с нами, я думаю, что вот такие встречи, они не проходят зря. Все равно где-то у них это отложится в голове. Место встречи выбрали весьма подходящее – одно из кафе поселка «Искатели». Вместо учебного пособия на столах сервисы – различные деликатесы. Все это Иван Арцишевский называет одним словом – куверт. Ученикам специалист в области этикета рассказывает, как правильно вести себя за столом, что можно, а что нельзя, каким ножом резать рыбу, а какой вилкой ее есть. В общем, целая наука, при этом очень сложная. Иван Арцишевский поясняет – столовый этикет имеет три этажа. Их применяют в зависимости от ситуации. Протокол, первый фундамент, вот там, где нужны президенты, короли и цари. То есть это вот, если мы пошли бы с вами на обед президенту Российской Федерации, Кремлевский дворец съездов или Кангельской королеве. Второй этаж – это то, что мы часто себя пользуем. Почему? Потому что это гости, это юбилеи, это вот пошли в ресторан и так далее. Тоже надо же себя вести правильно, да. И, конечно, чердак самый простой – то, как мы, скажем, там, пришли утром на кухню, там, с друзьями или где-то, так сказать, там, на пикнике. То есть это самый простой вариант. Двойки Иван Арцишевский своим подопечным за неправильный прием пищи сегодня, конечно, не ставил, но замечания только успевал делать. Впрочем, потом добавил. Материал усвоили неплохо. Главное, чтобы не забывали им пользоваться. А те, кто не сумел поучаствовать в необычном проекте, могут не отчаиваться. Любовь Пермякова в будущем планирует еще раз провести мастер-классы по этикету.